Если человек начинает работать над собой, он лучше видит недостатки других, лучше общается, лучше себя ведет, поднимается в своем статусе в обществе. Его жизнь меняется само собой, естественным образом. Появляется возможность сохранить семью, воспитывать своих детей, улучшать свою ситуацию в жизни, стать здоровым. Потому что люди страсти болеют воспалительными заболеваниями из-за того, что едят слишком острое, слишком соленое, слишком жареное, потому что они пищу используют для того, чтобы снять напряжение. Кроме того, люди страсти снимают напряжение курением и спиртным, которое тоже разрушает уже другой вид здоровья, от которого надо знать. Кроме ума у человека есть также еще и разум. Разум — это инструмент для контроля судьбы и для победы над ней. Это то, что стоит над умом. Разум соткан из силы воли, веры, решимости, энтузиазма, ощущения чистоты. Разум соткан из знания, истинного знания, которое дает вдохновение. Иногда человек что-то почитал, говорит, я все знаю, курить вредно. Но при этом курить. Это значит, что у него нет знания в разуме, есть знания просто в уме. Когда приходит знание в разум, у него появляется вдохновение бросить. Знание рождает такое вдохновение. Знание — это функция разума. Так есть разум у человека. Когда человек выпивает, разум слабеет. Когда человек курит, разум слабеет. Когда человек изменяет, разум слабеет. Когда человек наедается на ночь и поздно встает, разум слабеет. Когда человек грустит, страдает, печалится, разум слабеет. Когда человек злится, разум теряется. Когда человек ненавидит кого-то, разум теряется. Когда человек проклинает, разум теряется. Когда человек оскорбляет старших, разум теряется. Когда человек живёт в мести, разум теряется. Когда человек живёт в зависти, разум теряется. Когда человек живёт в лении, разум теряется. Когда человек живёт в жадности и думает о своей мечте, разум теряется. Шесть врагов человек, разрушающих разум. Первый враг — вожделение, означает желать не свою жену, не своего мужа. Второй враг — жадность, означает хотеть больше, чем положено в жизни. Первый враг — вожделение, разрушает семейное счастье человека. Второй враг — жадность, разрушает покой. И нет нам покоя. Человеку надо много работать, бегать, потому что ему хочется больше, чем положено. Надо бежать, что-то делать, три работы, четыре работы, пять работ. Третий враг — гнев. Разрушает добрую память о людях, разгневался на кого-то. Поднимите руку, у кого в жизни есть люди, у которых нет ничего хорошего. Вот нет ничего хорошего. Если у вас есть такие люди в жизни, значит, вы на них разгневались. Гнев разрушает добрую память, а значит и отношения. Что самое главное в жизни человека — отношения с людьми. Гнев разрушает эти отношения. Особенно гнев на старших. Разрушает веру человека. Если человек гневается на старших в своей вере, тогда вера до свидания. Богу дорога закрыта. Она только через старших идёт. Через видение чистоты в старших идёт дорога к Богу. Четвёртое — враг человека. Иллюзия. Иллюзия — это то, что пропагандируется средствами массовой информации. Хочешь жить в хорошей квартире — живи в ней. Хочешь получить хорошую машину — получи. Это иллюзия. Или это более тонкий вид иллюзии. Люди говорят, ну если бы не было кризиса, тогда бы и ипотеку бы выплатил. Что, Олег Геннадьевич, там загоняете? Так поймите, что в этом мире не бывает жизни без кризиса. Кризис — это просто обычное течение времени. Вы, допустим, говорите, если бы не было высокой волны, меня бы и не смыло. Ну так высокая волна — это то, что всегда присуще морю. Иногда тихая волна, иногда высокая. Море не бывает всегда в штиле. Так точно действует время. Иногда кризиса, иногда нет. А в кризисе банки выигрывают, а люди проигрывают. Вот и вся система ипотеки. Иллюзия означает казино. Иллюзия означает компьютерные игры. А время до жизни идёт. Чем человек занимается, таким он и становится. Понимаете? Веды объясняют, что тонкое тело, психическое тело, оно называется также телом желаний. В зависимости от того, какие желания человек испытывает в своей жизни, такое тело в следующей жизни он и получает. Не буду дальше продолжать тему. Запредельная информация. Не буду рассказать. Но аналогии бывают. Бывают люди, которые становятся похожими на свинью. Человек говорит, ты как свинья живёт, посмотри на свою морду. Бывают люди, которые становятся похожими на козла. Козёл, а? Как же ты? Бывают люди, которые становятся упрямыми, такими, как осёл. Ну ты как осёл вообще. Зачем люди обзываются животными друг к другу? Судьбы их тоже чем-то похожи. Чем-то похожи на судьбы людей. Подумайте об этом, поразмышляйте. Это запредельное знание, уже трудно понять. Нельзя об этом много говорить. Сразу возникают сомнения. В разном адекватности лектора. Я на Центральном телевидении в Киеве разок по вегетарианству передачу проводил. И мне ведущий говорит, Олег Геннадьевич, о чём угодно. О сале ни слова. О сале ни слова. Ну честно, так сказал. Нормально. Это энергия Венеры. Планета Венера связана с благочестием людей, с чистотой. Да, люди любят чистоту, порядок. Они красивые по природе. Полненькие чуть-чуть такие. Это Венера. То есть означает доброта, любовь, сострадание. Сознание человека. Но это другая тема уже. Связь с планетами нашей жизни. На Украине много этой энергии. Люди добродушные по природе. Такие мягкие, сердцем красивые. Немножко обидчивые. Пятый враг, ещё хуже. Это зависть. Когда иногда проходишь мимо лавочки, на которой сидят люди из особой формы жизни. Особая форма жизни называется бабки. И про себя всё узнаёшь. Какие очки, какой нос, залысина, куда пошёл, зачем, в какой причине. И что бы с тобой было, и что бы с тобой не было. Это означает зависть. Зависть разрушает жизни человека. Когда человек кому-то завидует, это значит, он такого в жизни никогда не будет иметь. Ну то есть зависть — это самопроклятие, будем так. Если ты завидуешь кому-то, значит, ты никогда таким не станешь. И противоположное чувство зависти — это служение человеку. Если кто-то лучше тебя, служи ему, и тогда ты станешь таким же, как он. И самое последнее, враг человека, который не спрашивает человека, вот все эти пять, они приходят по доброй воле. А шестой — это наказание. Называется безумие. Человек рожается психически больным или становится психически больным. Или так в жизни его получается, что он теряет разум. Это значит, что шестой враг в его жизнь пришел. Это очень жесткий стиль судьбы. Четвертая стадия влияния. Заметьте, все эти враги, они тоже по стадиям делятся. Самый обычный враг человека — это вожделение. Каждый день мы испытываем его. Если жадность погружается, человек уже переходит из обычной жизни. Эта жизнь уже становится тяжелее. Все нищие на дорогах, на улицах, попрошайки, все они поражены этим врагом. Подумайте, почему они так сильно просят. Третий враг — гнев. Переход со второй на третью стадию. Время вызывает в сердцах гнев, когда это уже неблагоприятно для жизни людей. Иллюзия может привести к гибели. Люди могут жить в тех местах, где стреляют из иллюзий, думая, что со мной ничего не будет. Зависть приводит к четвертой стадии. Человек хочет быть проклятым, проклятая проклинает сам себя, когда завидует другим. А когда человек попадает в психушку, тут уже комментариев нет. Жизнь на этом заканчивается. Или, по милости Бога, может продолжиться. Потому что от психушки вылечить может только молитва. Других способов нет. Продолжение следует...